МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Галина Давыдик. Сегодня в нашем выпуске. Военкомату Гродницкой области исполнилось 70 лет грамотами, ценными подарками и медалями награждены лучшие сотрудники. В межсезонье испытания для иммунитета помогут ли ингаляции и витамины при осенней простуде и не опасна ли прививка от гриппа, рассказал врач-уманолог. Пожар в центре города. Сегодня утром в Гродно горело трехэтажное здание по улице Буденова. Органы Европы звучат в Гродно. В октябре и ноябре Гродницы смогут услышать лучших органистов Белоруссии и зарубежья. В мгновение любви и романтики в городском выставочном зале открылась выставка авторской свадебной фотографии про Каханни. Гродницкий областной военный комиссариат – один из лучших в стране. Это отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев на торжественном заседании в Городском центре культуры. Праздник в честь 70-летия со дня образования Гродницкого областного военкомата отметили медалями, дипломами и ценными подарками. Их вручили более 30 военнослужащим за добросовестный труд. Репортаж Аллы Внучко. В 70 лет отметил военный комиссариат Гродницкой области. В городском доме культуры собрались почетные гости и ветераны. Те, кто с богатым жизненным и военным опытом сохранили боевые традиции и заложили прочный фундамент для укрепления законности в стране. Служащие военкомата и теперь отлично справляются со своими обязанностями и входят в число лучших по республике, подчеркнул в своем выступлении начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Олег Белоконев. Сегодня военный комиссариат Гродницкой области совместно с местными исполнительными и распорядительными органами обеспечивает выполнение гражданам Республики требований Конституции и законодательств Республики Беларусь в области обороны. Решает задачи эмболиционной готовности, учетно-призывной работы и территориальной обороны. Перед новым руководителем военкомата Вячеславом Романенко, который приступил к своим обязанностям месяц назад, поставлена четкая задача – сохранять и приумножать высокую репутацию органа местного военного управления, организовывать призыв и проводить воинский учет, контролировать обстановку в воинских частях, проверять негативные тенденции в службе гродницких солдат во всех направлениях работа и впредь будет выполняться на высоком профессиональном уровне, заверил Вячеслав Романенко. На сегодняшний день военный комиссариат Гродницкой области входит в число лучших военных комиссариатов Республики Беларусь. Это благодаря совместной работе местных органов власти, распорядительных и исполнительных органов, руководителей предприятий и организаций Гродницкой области, взаимодействующих структур, ну и, конечно же, коллектива военного комиссариата Гродницкой области. Лучшим сотрудником за усердие и достигнутые успехи Олег Белакони вручил грамоты и ценные подарки. Наиболее отличившиеся работники структуры военного комиссариата Гродницкой области награждены именными часами и медалями. Всего за терпение, выдержку и профессионализм награждено около 30 человек. Алла Внучко, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Когда температура за окном далеко не летняя, а батареи все еще холодные, в период межсезонья очереди под кабинетами врачей-терапевтов значительно увеличиваются. Простудные симптомы могут выбить из нормального режима любого гродница, а специалисты говорят, что самой надежной профилактикой по-прежнему остается вакцинация. Однако есть и другие способы защитить свое здоровье. Все подробности в сюжете Юлии Косила. Теплые дни остались на летних фотографиях. Сейчас же лучшими друзьями становятся вязаные свитеры и шарфы. Именно в это время происходит резкий скачок простудных заболеваний, а очереди в поликлиниках увеличиваются. С приходом осени врачи советуют начинать заботиться о своем здоровье еще до появления первых симптомов простуды. Тем более это очень просто. Тут главное сбалансировано питаться, полноценно спать, избегать стрессовых ситуаций и подкреплять все это витаминным комплексом, а также дополнительными мерами. Часто проветривать помещение и увлажнять воздух. Влажная уборка, соблюдение правил личной гигиены, полноценное питание. То есть в осенне-зимний период рекомендуется для профилактики вирусных инфекций употребление продуктов богатых витаминов С. Это квашеная капуста, смородина, клюква и так далее. Также витаминно-минеральные комплексы, ту же скорбиновую кислоту можно употреблять. Однако укрепление иммунитета этим не ограничивается. Именно осенью начинается период вакцинации населения от гриппа. Подтверждено исследованиями, что это самая эффективная профилактическая процедура. И бояться ее не стоит. В современных вакцинах нет живых вирусов. Там находятся только их частицы. Поэтому появление побочных эффектов сведено к минимуму. Предубеждение о том, что болезненным людям опасно прививаться – миф. Ведь вещества в вакцине, наоборот, только стимулируют иммунитет. Вакцинация против гриппа оберегает людей от самого гриппа на 80%. И плюс люди, которые привиты, они где-то на 70% легче переносят, если заболевают. На 70% у них протекает легче само заболевание. Поэтому прививаться стоит и нужно. Даже если вы переносите грипп, то в легкой форме. Нету осложнений гриппа. Потому что мы знаем, что осложнения гриппа очень тяжелые. Они необратимы. Поражается сердечно-сосудистая система, органы дыхания, нервная система. Основная группа риска – это дети и люди старше 65 лет, а также учителя, медики и работники сферы услуг. Врачи рекомендуют привиться каждому. Ведь наверняка решиться на это намного легче, чем потом бороться с тяжелыми осложнениями после гриппа. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. С приходом холодов возрастает опасность пожаров. Сегодня в 6 утра в МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Буденного. Жилой дом на данный момент не эксплуатировался, в нем и поселились непрошенные гости. Алкоголь, сигареты, а возможно и костер, что стало причиной пожара, еще устанавливается. На месте побывала наша съемочная группа. Сегодня в центре нашего города произошел пожар. Возгорание случилось в трехэтажном неэксплуатируемом здании, расположенном вдоль железной дороги по улице Буденного, 41. Первым дым из окон заметил машинист проезжавшего поезда. Об этом он незамедлительно проинформировал дежурного по станции, который ОЧП сообщил спасателям. На место пожара оперативно прибыло 4 пожарных расчета. Для того, чтобы проникнуть в здание, огнеборцам пришлось разобрать одну из кирпичных кладок, в которой были заложены оконные и дверные проемы, а также использовать трехколесную лестницу. Во время возгорания часть прогоревшего перекрытия упала на пол первого этажа. Пожар был ликвидирован в течение часа. В настоящее время подсчитывается причиненный ущерб. В ходе проведения разведки людей в здании обнаружено не было. Только на втором и третьем этаже были обнаружены лежаки, которые приспособили для ночевки, для ночлежки лица без определенного места жительства. Это старые матрасы, ветош. Рядышком находились бутылки из-под спиртного, также кружки и другая посуда. И похоже, что они либо грелись, либо проявили неосторожность при курении, в результате чего и произошло возгорание на втором этаже. Это здание находится на балансе Бараныческого отделения Белорусской железной дороги. С 2011 года оно законсервировано. Ранее это был жилой дом, строение сейчас не охраняется. Татьяна Яскевич напомнила, что с 1 октября в республике проходит профилактическая акция «За безопасность вместе». Спасатели и милиция проводят рейды по заброшенным зданиям и подвальным помещениям. С похолоданием на улице возрастает опасность появления в таких местах людей без определенного места жительства. Если вы заметили, что в вашем доме, в каком-то хозяйственной постройке либо в другом строении ютятся лица без определенного места жительства, пока не произошел пожар и не пострадали какие-то другие невиновные люди, сообщите, пожалуйста, об этом в МЧС. По телефону 101 либо 112, также можно позвонить в милицию по телефону 102. Всего с начала этого года в нашем городе произошло 70 пожаров. В огне погибли 6 человек. В эти минуты на сцене музыкального колледжа проходит первый концерт органной музыки в рамках праздника «Органы Европы звучат в Гродно». Всего таких вечеров запланировано 7. Открыл фестиваль народный артист Белоруссии профессор Игорь Аловников. На протяжении октября и ноября Гродницы смогут посетить концерты знаменитых музыкантов из Белоруссии, Германии, Польши и России. Вечера будут проходить по четвергам на уникальном для стран постсоветского пространства органе, позволяющем воспроизводить подлинное звучание реально существующих органов Европы. Услышать звуки лучших органов Европы сейчас можно, не выезжая из Гродно. Это кажется невероятным, однако такую возможность гродненская публика получила благодаря уникальному виртуальному органу, аналогов которого нет в СНГ. Этой осенью впервые гродницы смогут оценить все возможности инструмента на международном празднике органной музыки. Конечно, мы рады и счастливы, горды, и волнуемся, потому что первый раз такое серьезное мероприятие вот именно по органной теме, потому что у нас часто в зале проходит много интересного, но вот сегодня первый концерт этого праздника, ну почти фестиваль, так, если видеть его суть. И каждый четверг у нас в колледже будут играть замечательные музыканты. Откроет масштабный музыкальный праздник Игорь Оловников, народный артист Беларуси, известный пианист и органист. Музыкант высоко оценил возможности инструмента, ведь с помощью него можно не просто воспроизводить звуки оригинальных органов из разных стран, но и передавать акустику помещений, в которых они находятся. Сейчас окунуться в атмосферу лучших залов Европы можно в Гродненском музыкальном колледже. Я думаю, что кроме Гродненцев такой возможности ни у кого и нету. Не только в Беларуси, а может быть и подальше, и во всей России, и в других странах. Потому что это новый тип инструмента, который только набирает ход, завоевывает популярность, но он очень перспективный. Дело в том, что его основу составляет компьютерное устройство, в котором загружены тембры лучших органов мира. Виртуальный орган – абсолютно новое слово в музыкальной электронике и не имеет ничего общего с обычными цифровыми органами. У старинного на вид инструмента внутри сложная компьютерная система, а для управления звуком на виртуальном органе предусмотрены два сенсорных экрана. По словам музыкантов, такой музыкальный инструмент является настоящей энциклопедией органостроения. Для органистов, не скрою, это большое наслаждение играть на таком органе. И вот вместо того, чтобы ехать куда-то далеко, в Голландию, в город или в Италию, мы можем прямо здесь познакомиться. Кстати, это очень полезно также для учеников, которые изучают органы и органную игру. Дело в том, что расположение ручек управления этими регистрами, а их огромное количество, каждый раз валируется, и в мире нет двух одинаковых органов. Программа международного праздника органной музыки очень насыщенная. Органы Европы будут звучать каждый четверг с 9 октября по 20 ноября в Гродненском музыкальном колледже, где выступят виртуозы из Белоруссии, Румынии, Германии, Польши и других стран. Юлия Косила, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Про каханье рассказали горожанам гродненские фотографы на одноименной выставке в городском выставочном зале. Снимки, отображающие одно из главных событий в жизни людей, свадьбу, принадлежат именитым мастерам фотосъемки. Авторы экспозиции не раз были отмечены наградами на фестивалях республиканского и международного уровня. О любви и романтике с юмором и всерьез в цвете и без в сюжете Натальи Иванченко. Казалось бы, октябрь – это тот месяц, когда уже начинает наступать свадебное затишье. Но гродненские фотографы с этим не совсем согласны. Они организовали тематическую свадебную выставку под названием «Прокаханье». Яркие эмоции, искренние чувства и, конечно же, любовь – все это нашло свое отражение в фотоработах девятерых мастеров. Авторы данной выставки – это те люди, которые за последний год где-то были отмечены. Мало кто знает, но свадебные фотографы гродненские – это не просто, скажем так, коммерчески настроенные люди. Это люди, которые еще и участвуют в различных конкурсах. Это которые принимают участие в фестивалях фотографических, которые отмечены наградами, в том числе на достаточно высоком международном уровне. И вот, пожалуй, те, кто здесь присутствуют – это именно такие авторы. Каждый фотограф здесь продемонстрировал свое видение свадебного торжества. Некоторые снимки нежно-романтичные, некоторые – наоборот, с юмором. Кто-то делает упор на цвет, а некоторые фотографы предпочитают раскрыть тему в черно-белых тонах. Не оспорим лишь тот факт, что все работы разнообразны и не похожи друг на друга. Стоит ли говорить, что фотограф на свадьбе – это не просто человек с фотоаппаратом. Это еще и советчик, неунывающий весельчак и немножко психолог. Фотограф должен адаптироваться к молодым. Не зря проводится лав-стори при свадебной фотосессии для того, чтобы фотограф стал другом для молодых. Чтобы свадебный день они были друзья и понимали друг друга с полуслова. И, конечно, я должен выдать определенный результат, несмотря на погоду, на время года. Чтобы молодые, естественно, были довольны и наслаждались пойманными эмоциями, фотографиями. Все желающие окунуться в романтику свадебных снимков смогут это сделать до 26 октября, заглянув в городской выставочный зал. Ну а кто-то, возможно, даже найдет себя на этих наполненных любовью фотографиях. Наталья Иванченко, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. И о спорте. Золото в семикратном размере. Наши каратисты вернулись с очередной победой. На этот раз воспитанники Гродненской федерации традиционного карате и кикбоксинга принимали участие в международном турнире в Австрии. Открытый чемпионат по спортивному карате Вены оказался успешным для выходцев из нашего города. Семь золотых медалей и четвертое место в общекомандном зачете. Евгения Филиппова знает подробности. В минувшие выходные в австрийской столице прошел открытый чемпионат Вены среди детей и юниоров по спортивному карате. Гродненские каратисты также приняли участие в соревнованиях. Всего в турнире участвовало более тысячи ребят из разных стран мира. Гродненцев было всего семь, но это не помешало им собрать большой урожай из золотых медалей. Общее количество участников составляло 1200 человек. То есть это достаточно большой форум, на котором наши ребята показали себя очень достойно. И, конечно, мы готовились весь сентябрь ежедневно, не выходя из зала. То есть на это ушло очень много нервов, сил и так далее, но мы оправдали наши все усилия. И я думаю, что это приятный сюрприз и вообще приятно для всех жителей нашего города, что все-таки есть те люди, те спортсмены, которые прославляют не только нашу страну, но и наш город. В этот турнир каждый из гродненских спортсменов вложил максимум своих сил. Месяц ежедневных тренировок и результат не заставил себя ждать. Наши ребята завоевали семь золотых медалей в различных категориях. В общекомандном зачете гродненская команда получила четвертое место. Хотелось бы, конечно, назвать этих ребят, потому что это те, которые уже, как вы, телезрители, слышали их не один раз. Это Илья Максимчикас, Владик Тупик, Никита Борисовский, Александр Мартынюк, Тимур Насиров и Чемиль Дмитрий. То есть это вот все те, и Гаврилик Артем. То есть это все те ребята, которые поехали выступать и все достойно, без всяких заминок, спокойно выиграли. Конечно, нервозность была в начале перед выступлением, но затем в вторых-третьих кругах мы просто спокойненько обошли всех. Ребята не только хорошо выступили и набрались опыта, но и смогли хорошо отдохнуть. В свободное от соревнований время им была предложена интересная и довольно насыщенная культурная программа. Наши дети не только выступали, не только общались с иностранными спортсменами, но и сделали экскурсию по Вене шестичасовую. То есть осмотрели все достопримечательности этого красивейшего, конечно, города. И затем после соревнований наши ребята съездили в Диснейленд, который находится в центре города, Праттерштерн называется. Там достаточно огромная площадь, на которой находится много-много различных аттракционов, которых трудно где-то у нас найти в республике, к сожалению. Ну и самое заключительное, что им понравилось, конечно, помимо всех соревнований, то, что им удалось пострелять с настоящих пистолетов, с настоящего оружия, которое нам помогли сделать наши друзья австрийские. Мы съездили на спецполигон, где они смогли ощутить, что такое оружие, и пострелять в мишени. Мы же от всей души поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов и побед. И пусть копилка золотых медалей пополняется как можно чаще. Евгения Филипова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. На футбольных аренах Старого Света сегодня состоятся 9 матчей второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2016. Команда нашей сборной примет украинцев. Начало встречи в 21.45, прямая трансляция на телеканале Беларусь-2. Напомним, в первый игровой день, 8 сентября, подопечная Георгия Кондратьева не смогли обыграть аутсайдера турнира сборную Люксембурга на ее поле, добившись лишь ничьей 1-1. В прошлые годы сборные Беларуси и Украины встречались между собой 7 раз. Трижды побеждали украинцы. Столько же раз команды играли в ничью, а еще в одном поединке успеха добились белорусы. Федерация хоккея Гродницкой области выдвинула кандидата на пост председателя Белорусской Федерации Хоккея. Им стал Игорь Рачковский, занимающий должность первого вице-президента Национального Олимпийского комитета. Отчетно-выборная конференция состоится 22 октября текущего года. В настоящее время Игорь Рачковский возглавляет Белорусскую Федерацию парусного спорта. Председатель Белорусской Федерации Хоккея Евгений Ворсен объявил о том, что не намерен вновь баллотироваться на этот пост вскоре после окончания Чемпионата мира по хоккею 2014. Ольга Говорцова завершила выступление на теннисном турнире в Китае. Сегодня в четвертьфинале парного разряда Белорусска и Китаянка проиграли Американско-Хорватскому тандему в двух сетах 4-6-1-6. Ранее Ольга Говорцова добралась до 1-8 финала одиночного разряда. В стартовом поединке она переиграла опытную итальянскую теннисистку Франческу Скиавони. В матче за выход в четвертьфинал проиграл американке Элисс Анриске. На этом наш выпуск завершен. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова